Всем привет! Ну что, дорогие друзья, продолжим наш обзор супермаркта Альберт Хайн. Это один из старейших и популярных супермаркетов в Нидерландах. Здесь вот можно сказать какой-то такой уголок для туриста, ну или для человека, который едет к каким-нибудь друзьям за границу, и вот взять для них голландские сувениры. Это, естественно, голландский сыр, голландские конфеты, вот шоколад голландский, строк вафл, ну и вот здесь велкам таус, это когда вы возвращаетесь в страну. И вот чисто натуральный голландский продукт. Кстати, в Нидерландах тоже делают вино. Ну а здесь мы видим с вами итальянское мортаделло и вот такие наборчики. Вот это свиная колбаса вареная с кусочками сала, да. Ну, многие любят различные салатики, намазки, ну и, конечно же, вот сыр, сыр. Это козий. Я обожаю козий сыр, особенно питах, ну, который вот такой более концентрированный вкус у него. Ну и, конечно же, в Нидерландах большущий, огромнейший выбор сыра. И каждый найдет себе по вкусу. Вот старые сыры и более молодые сыры, более зрелые. Конечно, этот вкус ни с чем не сравнить. Вот снова козьи сыры, которые я обязательно возьму. Вот этот именно. Ну вот, хотите с дырками, хотите без. Вот мой муж любит Глейхан, взяла я для него. Есть тоже с горчицей, с тимином. Вот с горчицей почему-то редко вижу, с тимином. Вакуумная упаковка очень удобно взять с собой, если вы едете куда-то далеко. Старый сыр, вот, беймстер. Вообще сыр тоже, конечно, очень подоржал. Но еще с декабря. Не знаю точно, насколько, но процентов 30-40, это точно. Ну, конечно же, вы можете тоже купить очень много различных сыров, таких как и швейцарских, и французских, и итальянских. То есть здесь тоже представлен очень большой выбор. Здесь вот предлагают сопутствующие, там вот, файханброд товары. Вот файхан – это инжир, сушеный, вяленый инжир, какие-то вот конфитюры, вино, которое подходит к сыру, вот таким оперативчикам. Да, и очень удобно сразу на месте взять, так сказать, определенный набор. Очень интересные бывают конфитюры. Вот опять-таки всякие сухарики, какие-то крикеры. Посмотрите, вау-нот и пир. Грецкий орех и груша. Интересное сочетание, правда? Ну, и вот здесь и моцарелла, и брынза, и фета. В общем, выбор, конечно, огромный, огромный. Голубые, с плесенью сыры различные, мы вот тоже очень любим. Под красное вино, да и под белое тоже очень. Также принято подавать к сыру горчицу вот различную. Ну, здесь снова моцарелла, и вот мягкие сыры. То есть, вы сами видите, какой выбор. Признаться честно, вот живя более 20 лет в Нидерландах, я, конечно, попробовала очень много различных сортов сыра, но далеко не все, далеко не все. Просто физически невозможно, да? Музыка. 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 А это уже отдел выпечки. Вот, посмотрите, какие красивые донцы. Обычно я прохожу мимо, а изредка я беру это для своей дочери. Это морковный торт. Вот такие пироги. А это свежая селедка, которую я купила на рынке для своего мужа. И в Голландии ее едят вот таким способом, обмакивая в лук. Ну что, надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, в какой отдел вы хотели бы заглянуть еще. Тотсинс. Пока-пока.